Привет, друзья! Подписчики мои! Это второй тур, шестая часть, второй тур, нет, второй тур, вторая часть, но суммарно это шестое видео Battle Nexus 7 сезон. 51 атлет уже готовится выйти на эту арену. Одному повезет и он пройдет дальше без боя, а потом в четвертом туре кто-то из них выскочит. И это прикольно. Погнали! Первый, первый, первый у нас Big Bang Genesis врывается в батл. Сейчас мы его накрутим. Может ты пойдешь сразу домой и не будем тут ничего делать? Ладно, я тебя подниму. Не люблю эти волчки, они очень, очень нестабильны. Еще арена криво стоит. Погнали! Кто у нас первый? Ооо, Роктавор! Это... Это... Опа! Опасно! Опасно! Это хорошо, это всегда интересно! Опа! Спокойно, стабильно, кайфуй! Главное, баттли и кайфуй! Проходит у нас Big Bang Genesis дальше. Вообще, странная эволюция для Big Bang'а. То есть, кто смотрел... Четвертый... Пятый... Пятый сезон? Да? Нет? Четвертый? Четвертый сезон. Кто смотрел, друзья мои, скажите, пожалуйста, вообще нужна ли была эволюция Big Bang Genesis? Ну, типа, они сделали приколюшку с драконом на батарейках, типа, они сделали прокрутку для Апокалипсиса и для регалий Genesis, и за каким-то фигом под конец сезона запилили Big Bang Genesis. А... Как бы с точки зрения какого-то сюжета вообще... Да и надобности в целом. Нужно это было или нет? Ооо! Hyperion, который проскочил на максимальную шару. Но, мне кажется... Ему не фортанут. Ну да. Но потому что ему там соперникам подвезло, там прям нормально было. Ооо! Он, кстати... Я вот... Вот эту систему, вот этих вот... Вот тоже две системы я так и не понял. Это... Нет, у меня много чего я не понял в Токаратоме, но вот эту Big Bang'у, раскрученную, прокрученную, и вот эти вот ужасные Люциферы и Hyperion, вот эти вот с новой приколюхой, раскрывающимися лепестками. Я так и не понял, для чего это, во-первых. Во-вторых, как-то это плохо работало. Ого! Посмотрите, Вайс Леопард размазал альтеркогно. Это офигеть! Жесть! Двигаемся дальше. Вот, поэтому... Я вот не понимаю. Мне нравится... На самом деле, я обожаю второй сезон, Готлойер Систем. Не совсем я понимаю чипы в верхней части, потому что у поделок они просто вылетают. У оригиналов они тоже ломаются, теряются, но меньше, чем у поделок, но все же. Вот. И смысла в этом одном-двум лишнем грамме я вообще не вижу. Типа, если Волчок у вас очень мощный, там, с драйвером от Кайнокса, то, ну, все... О, Гидрокс идёт дальше. Вот. То это как бы все. Это победа точно. А этот один грамм лишний сверху я... Стоп! Нет, 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 нет. Говорил я, что эти печатки все очень хорошо ловятся. Нет, здесь не было, там, плохо запустилось. Я хочу бой красивый. Я Форнеус и Гидро, это вообще любимые мои Волочки. Погнали. Да блин, стой, стой, стой. Не-не-не, подожди, а почему так-то? Почему он... Вот что... Вот подожди, что происходит? Почему так работает? Ну-ка. Ладно, больше запускать не буду. Теперь я запускать не буду. Мне кажется, Гидро ждёт бёрсту, если честно. Посмотрим. Вот странно, вот я тебе говорю, есть некоторые Волочки, которые из некоторых пускалок запускаются крайне плохо. От чего это зависит? Ну, я понимаю, да, дело в слой, дело именно вот в нижний там... В дисках. О-о-о-о! Гидро! Прощайте. Причём, Форнеус был запущен первым, был запущен странным образом, но он проходит дальше. Гидро, всё. Всё. Моя сборка не удалась. Увы и ах, а-ля Олюша. Так, это право, лево, чё тут? Вот. Да вот, посмотри. То ли тут опускалка уже у меня всё, то ли чё. Бейблейт Эволюшо! Чё-то я... У меня тут болточки под куполом стоят, мешают. Ну да, посмотрите, ребята, получается, пятый сезон победил четвёртый. Да, но здесь уже, конечно, преимущество, преимущество в этих битвах. У нас в этом туре нету никаких слабых участников. У нас только мощь. Только жесть. Только лучшие из лучших, которые проходят в следующий тур. Очень интересно. Итак, момент X. Момент года. Момент ласточки. Момент полёта. Он уже... Ну чего? О-о-о, World's Prize, до свидания. Домой. Опа, ой, всё, ой, Геркулес. На драйвере от Валькири это будет... О-о-о, ну повезло с соперником, на самом деле, Геркулесу этому. Но, как бы, да, такое бывает. Это нормально абсолютно. Да, ребят, пускалка что-то грустное. Ой, давай, напиши в комментариях. Ой, разбери, почини. Да, друзья, секреты Stormless. У токара пускалок, посмотрите, вот такие крестообразные винты. Сделаны для того, чтобы вы... Ну, многие, типа, удивляются. Как так, это же токара, а волчки на винтах треугольных. Да, всё так. Ну, тут даже можно было и не проводить битву. Вот, всё так. Единственное, что... Сейчас, секунду, потравлю кое-что заказал. Единственное, что пускалки реально ломаются, и в теории их можно, конечно, разобрать и собрать. Но, к сожалению, бывает такое в пускалках, что сломается механизм, и, ну, просто лопнет деталька внутри. И даже, внезапно, и даже есть как бы... Ооо, а это был тоже третий против третьего, неплохо. И даже если ты его разобрал, даже если ты накрутил как-то его, то деталька лопнула, и тут уже ничего не сделаешь. Только если брать детальку новую, там, я не знаю, другого волчка или другой пускалки, типа того. Плюс накрутить, всё-таки, она же, понимаешь, тоже вот... Ой, пускалка сломалась, давай, разбери, почини. Нет, друзья, она же ломается тоже. Можно разобрать, можно, да, её накрутить, и вроде нормально будет. Но она снова, правда, негодность. Потому что она же сломалась не просто так. Она сломалась, потому что перетёрлись. Перетёрлись шестерёнки. Истончился шнур. И поэтому чинить пускалки, это прям, ну, совсем нулёвое дело. Может быть, есть нюанс, что вам повезёт. Ну, просто там нитка собьётся. А с другой стороны, а почему... А почему нитка собьётся, да? Ну, то есть, с чего бы она сбилась? Почему у всех нормально у вас сбилась? Нет, нет. Значит, либо брак, и она точно поломана, либо она уже не починится. К сожалению, так. Ну, Ахиллеса. Ахиллеса я скипаю, потому что он был запущен сильно позже. Но у него не было шансов против Пегаса. Всё-таки понимать, такие вещи нужны, и мы это понимаем здесь. Вот. А, О, Тон, красавчик. Прям по калипсис, между прочим, добежал. А регалия вылетела, да? Но... Так. Бум-бум-бум-опа. Ну, всё. Ну, то да. Ну, вот я говорил. Я очень кайфанул, когда эту систему увидел. Прокрутка, прикинь, какая. Я даже не знаю, как это технически сделано. Кто это придумал? Да и не нужно, знаешь. Знаешь. Так, ну чего? Слушай, на самом деле, очень много волчков шестого, пятого проходят дальше. Неужели в этом году выиграет нашу битву кто-нибудь рандомный? Я бы был бы не против, кстати, сказать-то. Ну, достойно рандомным. О-о-о. Да, вот этот драйвер ужасный от этого, от Гелиосов. Фу. Не люблю. Если выиграет кто-то рандомный, я не знаю, честно. Вот в этот раз у меня, правда, фаворитов нету. Потому что волчки, ну, из пятого сезона, да, всё-таки там не было столь сильно однозначных. В четвёртом как будто их было больше, но... О, ты победил. Молодец. В четвёртом их было больше, да, но здесь всё-таки присутствует пятый и шестой, поэтому тоже сложно так резко сказать, фаворит какой-то. Я не знаю, я думаю, что, возможно, кто-то из левосторонних мог бы побороться, но вы знаете, как у меня к ним отношение, поэтому, соответственно, мы тут не это... Опа, друзья, я тут на секунду отвлёкся. Ну, я вижу Бёрсту, победила Валькирия. Всё, тут даже... Я даже не буду не пересмаривать ничего, потому что, ну, Бёрсту есть, всё. Для меня это победа. Ой, какое совпадение. Она даже, что это постанова... Да нет, реально, случайно взял. Ахиллес, ну, какая постанова, что они оказались вместе рядышком... А, типа я их за кадром. Да нет, я просто... Я пододвигал волчки поближе к себе и опускалка упала. Погнали, Чозет! Против Чозет! Ой! А, вот, кстати, Чозет! Вот, на самом деле, удивительно. Ну да. О-о-о! Двойное Бёрсту. Первая была Валькирия. На самом деле, обожаю Чозетку. Это и внешне выглядит офигенно. Победила Валькирия. Победила... Что победила? Ахиллесина победила. Оно и внешне... Вот эти волчки три, да? Валькирия, Спрайзен и Ахиллес. Я думал, это будет эволюция в четвертом сезоне. Что это так продолжится и дальше. А нет, вот там три волчка. Меня дико бесит во время ролика. Тем более, закрывать им защёлки. Это прям раздражает. Но вот эволюция Чозет именно мне прям импонирует очень сильно. Так, Фафнирчик, Зефирчик. Против кого мы биться? Опа! Лан Джинуса. Погнали. Ну, тут как бы, да, думаю, очевидно, кому-то. О! Предпочтение моё было, конечно же, Фафниру. Кто ж знал, что он такой слабенький окажется. Бёрсту, бёрсту, бёрсту. Похлопаем ребят Фафниру. Он красавчик. Я его обожаю. Ну ладно, двигаемся дальше. Это было его потихо пропустить на шару в конце. Так, а толку смысл от этого? Он там всё равно проиграет. Увы. Лангинус, пожалуйста, посерьёзнее. Ой, опять эта гадость. Давай, ты, я, вот, может, мы тебя скидем. Всё, уходи. Я даже, фу. Фу. Люцифер самый отвратительный, гадкий. Как бы я Валькирию, да, постоянно не хейтил. Валькирия топчик. А Люцифер самый... Я просто, мне нельзя говорить плохие. Мне тут прикинь. Я тут сказал слово, типа, короче... Ладно, скажу. Сказал слово догик. В этом слове ничего плохого нет. Это не мата, не оскорбление, ничего такого ужасного. Вы чё? Мне там... Это на игрушках было. Мне там люди такую телегу выкатили. Тебя смотрят дети. Я осуждаю. Ты не прав. Слушайте, мои коллеги такие превьюшки делают. Такие гадкие слова говорят, что слово додик меркнет на их фоне. Тем не менее, батя Байзон за 6 лет снял 3000 роликов. Ни разу не матернулся. Сказал одно какое-то странное слово. И всё. И я сразу проклят всеми волхвами. Камон. Вы чё, с ума сошли, люди? У нас продолжается батл Нексус. Болчков. Всё меньше и меньше. Опа. Хоро... А ты был хорош. А ты... А ты неплох. А ты отстой. Вот, поэтому Люцифер, жалко нельзя говорить плохие слова, это позорище. Все. Зээнд, Баррикэнд, Хринейт. О. Вот он. Вот опять этот позорник. Если бы он оказался последним повелением судеб, я бы его не пустил дальше. Я бы его вылетел. Выбил его точно. Он не нужен. Объективно он... Он слабак. Да, но справедливости ради, да, раз он попался в этом ролике, ну, в этом туре, то он достоин, наверное. Но нет, конечно. Фортануло с соперником. Такое бывает. Это Баттл Нексус. Итак, ну все, все, позорище. Вот эти, друзья, запомните их. Сейчас, подожди секунду. Запомните их. Это позорище. Отстояще. Фу. Фу быть такими. Так, друзья, у нас волчков все меньше и меньше. И кто-то один в конце ролика пройдет дальше. Так, ты куда пойдешь? О, этот вот волчок, сюрик. А он сейчас даже, мне кажется, не запустится. Мы вот так сделаем, подожди. Мне кажется, он даже не запустится, если честно. Тоже, тоже, тоже запомните его и не играйте им. Погнали. Ну, кое-как я его запустил, на самом деле. Такое. Сприган, я в тебя верю. Искренне. Желаю победу Спригану Реквиму. А так, и так его пропущу дальше. По барабану вообще. А, ну и все. Это тоже позорный был. Так, два волчка. Кто у нас? Опля. Дракон и Ахиллес. Слушай, ну вот это зарубка будет. Так, сейчас, секунду. Погнали. Бейблейд умерз. Оу. Оу. Мне уже охренеть. Мне там упало, друзья. А, это... Слушай, ты молодец. Все, у меня там отлегся секунду, извините. Тут просто волчки уже из коробки вываливаются. Не хотят вмещаться. Все, друзья мои, финальный бой. Опля. Опля. Вот эти волчки дерутся. И, друзья мои, запомните лицо этого персонажа. Он прошел на халяву. Он не дрался. Боги рандома дали ему пройти. Он... Ну, молодец. Слушай, повезло. Повезти должно всегда. Why not? Погнали. Друзья, послезавтра нас ждет третий тур. 51 лучший атлет, который победил уже по два соперника. Безумно круто. И очень интересно узнать, кто же войдет в 24... 25, получается, лучших бейблейдов. Ну, не лучших, а в данном Нексусе сильнейших. Ну, я не знаю. Тут позорный бой года. Эти горячие металлы. О, все. Слава богу. Все, друзья, мы смотрим. Вот столечка участников у нас проходит дальше. Это очень классно. Вот они. Вот они. Рама даже слетела со... Со-со-со вот него. Все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Нажимайте на динь-динь-динь-динь. Всем пока-пока. Ребята, скоро увидимся. Че, третий тур послезавтра. Будет одно видео на 50 волчков. Мощнейший, сильнейший, ребят. Я прям безумно жду этого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова